Привет! Селезнёв Артём. Коротко о сути работы с социальными сетями. Сегодня я расскажу, как на планшете или смартфоне запустить прямую трансляцию, прямую эфир в социальной сети Facebook. Включаем свой планшет или смартфон, заходим в Facebook. Ну, именно заходим в стандартное приложение Facebook, такая синяя иконка, а не Facebook Lite. От Facebook Lite нет конференции. Здесь же это видно, наша стандартная лента, но в данном случае интересует именно мы. В самом верху находимся мы, то есть мы можем разместить фото или же текст какой-то написать, как обычно. Но интересует вот эта вот кнопочка Go Live, то есть прямой эфир. Камера задняя, естественно, стол мы не увидим. Это в данном случае камера передняя. Видите, как я на GoPro снимаю. Как что делать? И здесь мы задаём название. И можем по аналогии с YouTube выбрать, для кого делается. Выбираем OnlyMe. Сейчас я ещё попробую на компьютере запустить. То есть дали название нашей трансляции. Здесь трансляция идёт в очень низком разрешении. Доступно два разрешения. 240p и 360p. То есть 640 на 360p. Это самое максимальное, что на данный момент доступно в Facebook. Если вы хотите делать в горизонтальной аннотации, простите, в горизонтальной ориентации, то сразу переворачивайте. Так, пока сообразит. Ага, ну у меня ротация была отключена. Потому что когда уже будет трансляция, ротация будет невозможно изменить. По идее она сейчас должна измениться. И можно транслировать. Это для того, чтобы не было чёрных полей. Но обычно людям удобно держать вертикально смартфон. И так, вот я зашёл к себе на страницу. Кто-то у меня уже добавил. Что-то ерунду. Не люблю я такого. И так, новый поисковый запрос. Всё правильно. Это я у себя. И так, название трансляции. И начинаем делать трансляцию. Идёт отсчёт. Всё, пошла трансляция. Здесь снизу видно сообщение, которое будет приходить. Можем сами же писать сообщение. Красный значок возле аватарки. Показывается, что именно вы тот человек, который проводит сейчас трансляцию. Ну, единственное отличие, что... Сейчас не переключается, к сожалению. На смартфоне таких проблем не было. Старенький планшетик. Ну, ничего. А когда горизонтально, тогда видео заполняет весь экран. И сообщения уже белым текстом идут на фоне видео. Сейчас мы обновляем страницу. И вот мы видим нашу трансляцию. Белые полоски в данном случае, это проблемы самого планшета. Это проблемы самого планшета. Вот, всё правильно. Сейчас всё повторяется. Звук слышно. Ну, вот так вот пришло сообщение. Вот и всё. Как делать трансляции. Надеюсь, я вам помог. Вот и всё. Как делать трансляции. И вы сможете делать... Также ещё скажу... Не нажал finish. Finish. И чтобы трансляция была доступна сразу же уже на фейсбуке для людей. Ну, естественно, если вы открыли доступ, пост или делит можно сделать. Также ещё скажу, что можно проводить трансляцию не только со своего аккаунта, а, например, с вашей страницы. Возьмём страницу новостей, в которой у меня есть доступ. Здесь точно так же нажимаем пост. И далее уже можно выбирать, как обычно, трансляцию. Скажу, что, к сожалению, на айфоне трансляция с вашей страницы недоступна. Вы можете делать трансляцию только с вашего аккаунта непосредственно. А уже с вот таких вот страниц функции нет. Трансляция, к сожалению. Видимо, такая недоработка, которая будет исправлена. Вот у нас есть ещё одна страница для проверочки. Заходим в пост. Точно так же, go live. Или же начать трансляцию в русской версии. Название. И поехали. Видите, не хочет отключать трансляции, короче, 4 секунды. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам помог хоть немного. До свидания. Продолжение следует...